Четыре маленькие колбы. Это и есть тест-система для определения коронавируса. По сути, это реагенты, благодаря которым врачи за считанные часы смогут определить, заражён ли пациент вирусом нового типа. Берётся, раскапывается в необходимых концентрациях содержимое всех этих флаконов и в дальнейшем ставится в специальный аппарат. Дальше взятые пробы на специальном оборудовании нагревают и охлаждают. И так до 40 раз. А лаборантам на мониторе компьютера остаётся только следить за показаниями главного маркера – нуклеиновой кислоты. Если её присутствие увеличивается, значит человек заражён COVID-19. Одной небольшой упаковки новой тест-системы хватит сразу на 100 исследований. Вот за этой дверью и находится цех, где сегодня началось производство тест-систем. Посторонним вход туда запрещён. Помещение стерильное. Дальше контрольная лаборатория. Здесь склады, а за той дверью место, где проходят все исследования и испытания. Научная лаборатория. Мозг этой компании. Разработкой тест-систем в Витебске занимаются уже 10 лет. С их помощью медики получили возможность быстро диагностировать гепатиты С, Б и Д и даже вирус Эббола. Первым делом новые технологии внедряли в Витебской областной инфекционной больнице. Месяц назад именно сюда стали поступать первые пациенты с подозрением на COVID-19. С этого момента и началась разработка новой тест-системы. Проанализировав всю базу данных, которая имеется сегодня по строению коронавируса, выбрали, на наш взгляд, наиболее надёжную зону, которую мы определяем при проведении исследований у людей. То есть эта зона будет постоянно у вируса, это первое. А второе, она будет хорошо определяться при проведении такой реакции, как ПЦР-исследование с обратной транскрипцией. Выгода и экономическая. Исследование одного пациента будет обходиться всего в 12 рублей. Импортные тест-системы дороже минимум в 6 раз. Разработкой витебских учёных уже заинтересовались в России, Украине и Казахстане. Там, кстати, цена одного теста доходит до 100 долларов. Но первостепенная задача – обеспечить отечественную медицину. Первую партию получат клиники Витебской области. Олег Шапель, Олег Гуринов. Наши новости.